В Мурманске может появиться новый музей. Первая в Советском Союзе атомная подводная лодка К-3 уже 8 лет пылится на судоремонтном заводе «Нерпа» в Снежногорске. Реакторный отсек давно вырезали, выгрузили отработавшее ядерное топливо, а переговоры о создании музея плавучего или на твердом основании ведутся с того момента, как ее списали из состава ВМФ с 1989 года. Причина банальна, не было средств, но в ближайшее время судьбу лодки решать придется. О второй жизни советской легенды. Репортаж Виталия Шувалова, Александра Агурова. Американский наутилус, британский дредноут, французский редутабль. На Западе свою национальную гордость своих атомных первенцев уже давно превратили в музеи. В 2005 году брошенный отечественный атомоход, первенец ленинский комсомол, перетащили с военно-морской базы Гремиха на судоремонтный завод «Нерпа», где он ржавеет до сих пор. К-3. Третья в мире, первая в Советском Союзе легендарная атомная подводная лодка «Ленинский комсомол». Ее построили тогда в рекордно короткие сроки, за 4 года. В 1958 спустили на воду, в 1989 вывели из состава военно-морского флота. Для того, чтобы собрать лодку и спустить на воду, требуется это всего 43 миллиона рублей. Для сравнения, на утилизацию Лепси Европейский банк реконструкции и развития выделил более 50 миллионов евро. Проект по утилизации плавучей технической базы Лепси, одного из самых опасных радиоактивных объектов на северо-западе страны, стал отправной точкой и в судьбе ленинского комсомола. К-3, соответственно, занимает наши производственные мощности. То есть, вы видите, она стоит на судопоезде. Значит, вот то количество оснастки, которое необходимо для подъема судов и последующего размещения, значит, в эллинге для подъема трехосечных блоков под формирование, значит, на этой стапельной плите не хватает. Эта оснастка, на которой стоит К-3, она, как воздух, необходимо заводу. Более того, подводная лодка занимает место, на котором должны производиться некоторые этапы утилизации Лепси. Возведение укрытия, монтаж вентиляции, оборудование, крана для выгрузки радиоактивных отходов из хранилищ техбазы. Там складировано несколько сотен тонн ядерных отходов. Деньги на этот проект выделили европейцы, не пожалели 53 миллионов евро. А в Минобороны в декабре обещали выделить на этот год 43 миллиона рублей собрать и спустить лодку на воду. Когда мы говорим о конвертовке, мы говорим о том первом этапе, в следующем этапе, который должен быть выполнен для того, чтобы разблокировать производственную ситуацию на заводе под международный проект, это создание герметичной десятиотечной упаковки с положительной плавучестью. Следующий этап, значит, это принятие решения о разработке проекта музея и месте его установки и дальнейшем уже выполнении работы. Для выполнения конвертовки специалистам понадобится не больше полугода после поступления средств. Но, к сожалению, сказать, что будет с легендарной К3 дальше, после того, как ее спустят на воду, не может никто. Несколько лет назад разрабатывался проект плавучего музея, который хотели ставить в Мурманске на том же причале, что и атомоход «Ленин». С доступом внутрь, вентиляцией, всем необходимым оборудованием, экспозициями. Ориентировочная стоимость тогда составила 500 миллионов рублей. Там очень сильно все будет зависеть от того, какой концепт будет выбран. Существует концепт постановки на твердые основания, значит, тогда требуется, значит, приварка дополнительных фундаментов, значит, перегон, подготовка гидротехнических сооружений, ну, собственно, на что он должен становиться. Либо это плавучий музей, тогда немножко другой объем работы. И здесь вот цифры могут отличаться. Свою заинтересованность в музее уже проявляли в Санкт-Петербурге, Северодвинске. Запросы приходили даже из Челябинска. К3 была названа в честь дизельной подлодки, погибшей в Великой Отечественной войне. Деньги на ее стройку тогда собирали комсомольцы Челябинской области. А атомная К3 впервые в истории Советского военного флота совершила длительный поход подо льдами и поднялась на поверхность в районе Северного полюса. И ее вторая жизнь уже в качестве музея должна быть именно в Мурманске, считают на Нерпе. Вот только будет ли она конкурировать с американским Наутилусом или британским Дреддноудом, зависит от финансирования. Виталий Шувалов, Александр Агуров, Александр Плестовский, телекомпания Арктик-ТВ.